и посмотреть, что из этого получится. Таким образом, мы изменяем состояние человека, меняем отношение к чему-либо. Пожалуйста, замечайте, как это происходит. Давайте прочувствовать. У меня всё тот же самый вопрос, который был по поводу первого. А вот при смешивании не меняется отношение, а позитивно? А как сказала, опускается, поднимается? Давайте, давайте спрашиваем. Вика, скажи. Как? Вика. Те люди, с которыми были классно общались? В данный момент нет, но когда тут прикосновение получилось, что мне же не так смешно получилось, как были ситуации. А сейчас? Но сейчас нормально, как они были. Совершенно верно. Происходит калаш, потому что доминанта одна, это скопается, и через время вываливается в третье какое-то состояние, которое, в данном случае, Вика красиво назвала «жалостью». А еще вопрос. Вот такой же, что с первой, шестой. Такой же. Поверьте, с детьми и с теми людьми всё будет в порядке. Скажите, для чего мы это делаем? Для чего мы делаем коллапс, в принципе? Как вы поняли? Нейтрализовать. Нейтрализовать для чего? Для сообщения, может быть, для... Для сообщения, какой-то свои результаты. Ну, есть много раз. Мне кажется, продемонстрировать бренность вот этих вот мыслей наших, наших отношений выдуманных. Красиво звучит. Хорошо, мы запишем. Красиво звучит. Я жду... Ну, я говоря, это цепочка вот этих вот связей. Сэнстезий. Разбить для чего? Её нужно разбить, и когда она еще там появится в другой раз, чтобы такой же... Или не появится. А может, и не появится. Да. Построить другую. Чтобы выбор был. А, наконец-то. Мы дождались. Я прямо... Представляешь, здесь так сразу хорошо. Я не статически прочувствовала. Для того, чтобы предоставить выбор. Когда раньше был стимул-реакция. У вас был выбор? Вижу начальника, он врать раздражает. Да? Всё. Вижу там какого-то человека, всё время плачу. Не знаю. Не было выбора. Да? Сколько его вижу, столько... Теряется настроение. Или еще что-нибудь. А теперь мы что сделали? Теперь мы предоставляем выбор. Коллапс. Цель любого коллапса – это предоставить выбор. Теперь я вижу его, и в моей власти сейчас распорядиться этой коммуникацией. Раньше я не имела выбора. А сейчас имею. Я его вижу и понимаю. Могу сделать так, могу сделать так. То есть могу расстроиться, а могу и не расстроиться. Цель любого коллапса – предоставление выбора. Если вы так запомните цель коллапса, будет очень правильно. То есть как-то непредвзято относиться к данному человеку, независимо от моих каких-то зашоренных, возможно, взглядов на эту ситуацию. Совершенно верно. И, наверное, иногда, вот Вика не даст соврать, очень полезно кому-то относиться, показывать такое отношение, которое его бодрит и держит в тонусе. Ну, типа, с ним надо держать ухо востро. Это не значит, что, знаете, есть такие люди, которые говорят, всех нужно любить. Прямо вот всех. Вот это бред. Нельзя любить всех. Вернее, можно, конечно, делать это осторожно. Иначе… Вас тоже полюбят. Даже я хотела подобрать, вот, как-то так. Ну, ладно. Корректно. Залюбать можно. Залюбать доску. Это правда. Поэтому иногда можно поступить… У вас появляется как минимум три разных состояния после коллапса. Первое состояние – то прежнее, самое начальное, на негативную реакцию. Второе состояние – очень веселое, да, допустим, может получиться так. Третье состояние – это вот этот коллапс. Некое новое состояние. А может быть, еще и четвертое. Понятно так? Понятно? Есть. Простой формат. Да. Можно по пунктам повторить, что как делать. Отлично. А в инструкции. Итак, пункт первый. Что мы сделали? Вспоминаем. Позитив. Позитив. После этого, после позитива. Негатив. Разбивка состояния после позитива, после этого. Нет, сначала было неизвестное. Негатив. А, навыки перепросмотра. Один из навыков. Нелпер – это навык перепросмотра. Если вы можете вспомнить, как это было, это очень важный шаг. Мы с вами будем его использовать в техниках, которые вы будете изучать. Я хочу сейчас сказать, шаг номер ноль. У нас знаете какой? Подстройка. Подстройка. Совершенно верно. По чём была подстройка? Кто заметил? По жесткам. По позе. По позе. Жесты, поза. Волос. Волос ещё. Поведение. Это нужно верболизовать. Мимика. Параметры. Мы уже в который раз какую-то технику с Леной хотим вам сказать. Ребята, мы наблюдаем за вами, когда вы делаете техники. К вечеру сегодня вы всё больше в подстройке. С утра это было слабо. Как себе? Мягко говоря, слабо. В рапорте работает всё. Даже то, что обычно не работает. Шаг номер ноль – это подстройка. Потому что за подстройкой следует что? Введение. Введение. Если вы не повели, вы не создали никаких изменений. Как отчина? Сначала рапорт, потом всё остальное. Итак, подстройка. Потом негативный якорь. Разбивка. Позитивный. После этого? Посмешивание. А после этого смешивание совершенно. Просто смешивание. Я вам отвечу на вопрос, почему ставил сначала негативный. Как вы думаете, почему? Всё очень просто. Просто перед тем, как мы вошли в технику, Вика стала вспоминать об этом. И, ну, как бы она уже была близка к этому состоянию. Ну, зачем мне опять куда возвращаться через время? Потому что она очень красиво отмаркировала сторону. Кто заметил? Вика стала об этом вспоминать. Куда она посмотрела? Вы так здорово перешли все сюда, мне застревал. Респект. Но не заметили, куда она смотрела. Вниз. Вниз и немножко влево. Вот, очень здорово. У неё здесь был доступ к этому негативу. Ничего мне придумать что-то особенное, когда прямо здесь я там взял. Я как. Всё очень хорошо. Наблюдать. Понятно последовательно? Пятый шаг, проверка. Если вы сделали коллапс, всё, конечно, классно, посмотрели за изменениями. И потом делаем то, что вы теперь будете делать всегда во всех техниках. Проверяем. А теперь подумай об этом человеке ещё раз. Как он тебе? Помните, да? Вот такое. Отлично. Всё случилось. Иногда случается и так, что нужно ещё несколько раз сделать эти вещи. И это нормально. Это нормально. Ещё раз подумай о хорошем. И вы сделали смешение. Ещё раз подумай о плохом смешении. Ещё раз спросили. Такое бывает нужно. Для чего? Ситуацию просто дожать. Да? Доработать её. Вопрос. На такое количество техническое. Где же столько отрицательных персонажей нет? Вот я только хотела... Работайте над собой. А можно предыдущих отрицательных по ним снова работать? А мы же их уже перевели? Всё зависит от того, как я к этому отношусь. Иногда люди начинают играть в изменения. Они мы это замечаем. Ну как это тебе? Ну, не так. Да. Мне хорошо. Мне уже хорошо. Не-не-не, ребят, это не пройдёт. И если это так, можете брать то же самое. Хотя, я им честно скажу, как кому нравятся люди находить фобии на седьмой ступени, на восьмой. А на девятой они работают ещё с какими-то своими проблемами. А на девятой совершают такие изменения. Вот мы были свидетелями. Это было классно. А обалдеть просто. Да? На девятой ступени произошло нечто, из-за чего, когда к нам сел участник, мы на него посмотрели. Мы его ни разу не видели за девять ступенек. Вот это было удивление. Поэтому всё нормально. Негативного опыта. У всех у нас предостаточно. У нас хватает для того, чтобы находить, с чем работать. Понятно к у технике? Шаги понятно. Образуем новые пары и делаем такой вид коллапса. Поехали. Сколько времени? Так же недолго. О, о.